Учимся делать бургер при помощи простых элементов и символов. Это курсы по иллюстратору. Саня с вами. Погнали! Я решил сделать упрощенную версию бургера, чтобы не рисовать дополнительные элементы. В начальном образе у меня еще был лук и томаты. Можете посмотреть. И вообще делал я этот бургер для того, чтобы создать анимацию раскрывающегося бургера. То есть вот здесь у меня есть все элементы, которые там раскрываются, добавляются тени. Они двигаются по одной оси. И это я уже потом сделал в After Effects. Если вам будет интересно, можете написать в комментах. Я подумаю, стоит ли вообще записывать ролик, потому что это будет, естественно, дополнительное время. Дополнительная подготовка и какие-то новые способы меня для обучения. И для обучения вас, естественно. Сейчас разберемся с обычным бургером. Для начала уберем тени, чтобы они нам не мешали. И возьму этот бургер просто за основу, чтобы смотреть, насколько у меня все примерно похоже на него. Пока мы будем с вами учиться, пойдем в панель Appearance и выберем эффект Drop Shadow и удалим его, чтобы убрать тень. Пока она мне понадобится. Также, смотрите, мы можем сделать, не сделать, а сохранить все цвета для себя в одном месте. То есть мы можем выбрать этот бургер, который у нас есть в группе. Если вы, допустим, работаете с каким-то там уже готовым артом и не знаете, какие есть цвета у него, и хотите их использовать, вы можете, понятно, делать аж пипеткой, брать там цвет и выбирать его, подбирать. Но можно сделать выбор всей группы там, ну или какой-то определенной группы элемента и взять просто, сделать new color group в панели Swatches. Вот, color group, там можем назвать ее Burger. И у вас добавятся все цвета, которые есть в этой группе. То есть мы могли бы сделать так же, только там, допустим, взять и выбрать, не знаю, там, булочку. Там, не знаю, не знаю, как булочка, конечно, на английском я уже забыл. Но вообще, bread, хлеб, пускай будет bread, это хлеб, допустим. Потом там можем взять сыр и также сделать у него группу. И пойти по другим стопам все то же самое сделать. То есть там у нас будет кетчуп. И, по-моему, последняя у нас будет сама котлета, пускай будет мясо просто. И все. То есть вот, смотрите, у нас есть теперь группы. Можно удалить эту. И работать только с этой цветовой схемой, остальные тоже можно цвета убрать. Давайте подготовимся к работе и уменьшим этот бургер. Напоминаю, что shift зажимаем у угла и пропорционально уменьшаем, либо увеличиваем объекты. Теперь нам нужно нарисовать булочку. Выбираем инструмент Ellipse, L на клавиатуре, либо зажимаем на панели инструментов левую кнопку мыши, и здесь у нас будет выпадашка с Ellipse. Рисуем Ellipse. Цвет у нас уже выбран, потому что я пипетил там какой-то один из предыдущих. Можем его сделать чуть-чуть побольше, по желанию. Смотрите сами, тут у нас нет каких-то определенных позиций. Теперь нам надо сделать его более объемным. Давайте скопируем, сделаем Ctrl-C, Ctrl-F, вставим туда же эту фигуру и еще раз вставим еще эту же фигуру. Видите, вот у нас теперь есть три фигуры в слоях. Можем одной там задать, не знаю, красной. Она у нас будет фигура, которая обрежет предыдущую, которая ниже находится, вот эту фигуру. То есть давайте сделаем как-нибудь вот так. Может быть чуть-чуть поменьше. Не люблю сильно объемные фигуры, хотя люблю пышные булочки. Идем в панель Properties и делаем в Pathfinder. Ну, можем не идти в панель Properties, можем просто в Pathfinder зайти. У нас находится Window и Pathfinder, там Ctrl-Shift-F9, Shift-Ctrl-F9. И есть здесь Shape Mods, то есть это управление фигурами и есть вычитание одной фигуры из другой. Вот, вычитаем. У нас получается как раз ощущение более объемной булочки. Если посмотрите по линиям, то здесь она все равно как-то немного не пересекается. Если вас так устраивает, можете оставить так. Можете чуть-чуть повыше ее сделать. А у этой фигуры, которая здесь есть, у нее мы еще добавляем обводку. Сделаем ее темной. По-моему, это у нас из хлеба как раз. Да, из хлеба вот делаем темную обводку. Это знаете, как булочка в бургере, такая чуть-чуть обжаренная прям по краям. Вот, и делаем обводку в центре. Вот, то есть типа внутри, внутренняя обводка. Вот, можем сделать эту чуть-чуть потемнее часть. Если хотите, можете не делать, потому что как-то выглядит чуть-чуть не очень. Ну, может быть, я бы предложил сделать чуть-чуть посветлее. То есть не сильно, но все равно, чтобы не было однородным цветом. Также я бы еще, конечно, добавил какой-нибудь гранж сюда, чтобы была неоднородная. Вот такая, круг. А было какое-то ощущение, как будто, правда, это пористый хлеб. Но сейчас мы это не будем рассматривать. Мы просто нарисуем булочку. Для того, чтобы сделать вторую булочку, естественно, у нас не получится скопировать и вставить. Хотя я бы очень этим, на самом деле, хотел так сделать. Просто сделать Ctrl-C, Ctrl-F, развернуть ее там на 180 градусов и повернуть. Ну, сами, да, уже поняли, что у нас не получится так. Будет ощущение, как будто булочка раскрыта под другим углом. Мы так, естественно, не хотим. Поэтому нам придется сделать что-то другое. Для того, чтобы сделать что-то другое, мы, естественно, можем просто объединить все эти фигуры вместе. У нас будет ощущение того, что вот как раз это та самая булочка. Видите, она так же идет. Только теперь надо добавить немножечко света и тени. Вот здесь у нас есть тень, есть свет. Если мы посмотрим сюда, у нас есть светлая часть и темная часть. Давайте добавим свет и тень. Вы можете сделать это как угодно. Я просто нарисую от руки при помощи, опять же, инструмента кисть. Вот Paint Brush Tool. Сейчас, да, я нарисую, молчу, чтобы максимально сконцентрироваться. А то будет не очень красиво. Собственно, так оно и получится. Но хотя бы я буду верить, что оно будет выглядеть хорошо. Да, не обращайте внимания. Здесь у меня просто различные наборы кистей. Возьмем самую обычную обводку. Естественно, мы уберем обводку и сделаем это фигурой. Ну, не фигурой, а заливкой. Понятно, что и так фигура. Сделаем сейчас заливку. И у нас будет Ctrl-J для того, чтобы соединить фигуру. Видите, у меня здесь появился острый краешек. Но просто можем скруглить их, чтобы сейчас ничего не было видно. Отлично. Можно с него чуть-чуть наклонить. Потому что здесь у нас как-то сильно выходит острый край. Все-таки его, видимо, придется немного передвинуть. Также я напоминаю, что вы можете при помощи стрелок на клавиатуре также двигать ваши точки. Может быть, вам так будет удобнее, чем двигать их мышкой сразу. Потому что они там могут прикрепляться ко всяким гряду, если он у вас есть, либо к другим точкам. Смотря как вы выбрали, какие у вас пресеты были выбраны. Отлично. Если зажимаете Shift, то у вас в 10 раз больше происходит перенос. У меня только маленький перенос, потому что я его в настройках сам себе поставил. Смотрите, нажимаем Ctrl-K, и здесь у вас Keyboard Increment есть. Это в самых основных настройках. Это, так сказать, шаг на вашей клавиатуре. У меня сейчас сделан 0.1 пиксель, потому что мне так удобнее. Если вы хотите, вы там можете себе поставить 10 пикселей. Сейчас я нажму ОК, и увидите то, что когда я просто один раз нажимаю на мышки влево, у меня сразу на 10 пикселей двигается. Если я зажму Shift, то у меня сразу на 100 пододвинется. Ну, мне так не очень нравится. Там уж сами выбирайте, как хотите. Я делаю 0.1. Как вы видите, Ctrl-K для того, чтобы открыть опции. В General выбираем Keyboard Increment. Делаем 0.1 пиксель, если вам так удобно. Если нет, то не надо. Если хотите полный гайд по настройкам, у меня там свои какие-то плюшки тоже есть, то можете написать в комментах. Я подумаю, если что, запишу целый урок по настройкам, потому что тут можно долго разгугольствовать. Продолжаем. Теперь давайте, да, сменим обводку на заливку. В принципе, сильная такая темная заливка. Я предложил бы у нее прозрачность сделать поменьше. Допустим, там 30%. Если хотите, можете скопировать ее же. Там Ctrl-C, Ctrl-F так же. И перенести ее сюда. Но я бы не советовал копировать, потому что сами понимаете, что все равно глаз человека, он сразу видит это. Сразу есть какое-то ощущение, ну, не вторичность, а то, что вы поленились сделать, делать, там, добавить, еще что-то. Потому что в любом случае, даже если вы будете делать заново, я вот сейчас заново бургер делаю, все равно у меня будет не такой же, как тот. Я уже, по-моему, об этом когда-то говорил. Поэтому если есть время, если есть желание, вы как-то хотите сделать хорошо, лучше все-таки было бы, если бы вы не копировали. Ну, или даже если копируете, видите, я сейчас копировал, и все равно там что-то сам перемещаю, еще что-то делаю. Так у вас все равно как-то будет ощущение большей уникальности вашей работы, чем все время все повторенное. Я раньше, допустим, с фрипиком работал, брал у них какие-то картинки там и так далее. В иллюстрации, когда у меня не было времени что-то самому сделать, там, всегда надо авторство указывать. Ну, естественно, ставил авторство, ничего там сложного или страшного нету. Вот, ставил и смотрел то, что как ребята вообще, в принципе, рисуют векторные картинки, и на самом деле там очень много всего повторяется, либо как-то очень криво сделано, и мне максимально перестало нравиться в какой-то момент, и я перешел там на свои иллюстрации. Понятно, что не всегда. Отлично. Теперь у нас есть верхняя часть булочки, и теперь переходим к самому интересному, это к символам, как раз, которые я сегодня вам хотел рассказать. Для того, чтобы создать символ, вы сначала нарисуете какую-то фигуру, либо там множество фигур. Давайте нарисуем... Это у нас кунжутная семечка будет сегодня, символ. Давайте нарисуем кунжутную семечку. Можете нарисовать ее полностью самостоятельно, как угодно. Можете сделать из эллипса, можете при помощи инструмента, там, кисть, можете при помощи пера, как вам будет удобнее. Давайте я при помощи пера сделаю. Сейчас я чуть-чуть потуплю, потому что я уже тоже давно не делал семечки. Вообще, мое самое не очень любимое, как и листья, как еще что-то. Как-то странно, мне всегда сложно даются эти фигуры. Для того, чтобы ее нарисовать, я сделал одну точку в одном месте, потом выбрал какую-то другую, которая мне нравится, зажал Shift, чтобы сделать кривую без Е, потом дошел до серединки. У меня, видите, есть направляющий, который мне розовым цветом показывает, что я теперь нахожусь ровно на той самой точке, которая у меня там верхняя. Также зажимаю Shift, когда нажимаю левую кнопку мыши, и делаю еще одну кривую. Вот у меня получилась там одна или там другая половинка семечки. Теперь нажимаем букву О для того, чтобы сделать отражение. Выбираем верхнюю точку. У вас будет там энкор при наведении. Зажимаем Alt, нажимаем левую кнопку мыши, выбираем опции. То, что мы вертикально ее отобразим. Вот видите, можете превьюшку посмотреть. Будет все то же самое. Нажимаем Copy. И у вас получается семечка. Выбираем две фигуры, нажимаем Ctrl-J. Можете еще раз нажать, если он там думает, что у вас не соединился. Все, теперь у вас есть семечка. Можете выбрать Direct Selection Tool. Это инструмент прямого выделения. Буква А на английском на клавиатуре. Если вы хотите ее чуть-чуть сделать, ну, не с острым носиком, то все равно там не острый носик идет у семечки. Ну, вот я чуть-чуть закруглил. И вот у нас есть первая семечка. Смотрите, теперь мы выбираем эту семечку, и ее надо перенести в символы. У меня уже есть на панели инструментов символы. Если что, вы можете открыть Windows, и тут, по-моему, тоже есть символы. Вот, Ctrl-Shift-F11. С выделенным объектом, который у меня есть, это семечка. Что-то у меня... Ага, понятно, это тень. Давайте, вот видите, я уже начинаю путаться в своих слоях. Давайте там... Сгруппируем эту часть, назовем ее как-нибудь BurgerTop. И Burger Bottom, пускай, будет. Отлично. Эту часть бургера вообще можно грохнуть, потому что она мне нужна в этом уроке. И вот эту тоже давайте грохнем. Фон я предлагаю, конечно, оставить. Он у нас потом когда-нибудь будет использован. Так вот, теперь идем к нашей фигуре. Открываем символы, и здесь у нас есть иконка нового символа. Делаем новый символ, можем как-нибудь ее назвать. Там я назову seed, типа семечка. Потому что я не знаю, как там кунжутная семечка именно на английском. Да, выбираем динамический символ, чтобы он у нас смог изменяться. Статические не будут изменяться, как я помню. Гайды мы не будем никакие делать. Экспортим как... По факту можно как графику, как MovieClip. Ну вот, MovieClip и графика — это теги для флэша. То есть, на самом деле, видите, в иллюстраторе нет никакой разницы между ними. С флэшем вообще я не знаю, кто работает, поэтому... Хотите, можете использовать как-то по-другому. Хотите, можете оставить так же. Я оставляю так же. Вот у нас есть теперь наша семечка. Можете есть что отсюда удалить, если хотите. У нас все равно осталось в символах. И теперь у нас есть инструмент, называется Symbol Sprayer Tool. Это инструмент для распыления символов. Можем зажать левую кнопку мыши, и он у нас будет распылять эти символы. Понятное дело, что сразу он у нас так не будет. У него там есть свои размеры. Изначально, по-моему, диаметр 100 идет. То есть, он у нас намного больше. И там еще какие-то у него есть свои настройки. Смотрите, для того, чтобы их открыть, эти настройки, дважды кликаем на инструмент, и можете выбирать настройки, какие хотите. Я бы вам предложил использовать такие же примерно. Спин – это поворот. Вот поворот я бы вам предложил выбрать User Defined, потому что он будет относительно того, какое ваше направление мыши было. Потому что вам, я думаю, не очень будет интересно сразу там начинать его разворачивать, еще что-то. Поэтому я предложил бы оставить User Defined, или там выбрать, если у вас его нет. И будет очень вам из-за этого удобно, потому что если вы так не сделаете, оставите просто Everage, то у вас, насколько я помню, просто вверх будет всегда семечка смотреть, и будет странно, как будто это капельки. Поэтому делаем User Defined, и уже делаем эти семечки, там зажимаем левую кнопку мыши, рисуем там сколько вам угодно семечек. Ну, а пока еще зажму, поделаю. Я, кажется, сказал, что не люблю, когда их много, но тоже не одна семечка должна быть. Отлично. Вот у нас есть наш Symbol Set. Теперь еще хорошо было бы сделать тень для них, поэтому я его как раз скопирую. Делаем Ctrl-C, Ctrl-F, у нас есть еще один Symbol Set. Как раз теперь разбираем его через Object Expand. Вот у нас есть эти группы. Вот с семечками как раз. Ну, семечки, естественно, тоже пока что еще у нас символы, поэтому я бы вам предложил еще раз сделать Object Expand. И еще все. Вот теперь у нас есть, видите, группа в группе, и там есть в ней путь. Можете взять эту группу, выбрать, нажать Ctrl-Shift-G, 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 пока у вас не будут только пути, и обратно ее сгруппировать, Ctrl-G. Не сбрасывайте, я вас умоляю, потому что тогда вам придется все их заново выбирать, это вообще будет полный геморрой. Когда выбрали эту группу, давайте зададим ей цвет у этих семечек. Ну, и можете там чуть-чуть их повыше, там сделать пониже. Это будет просто небольшая тень, чтобы было ощущение, как будто они такие чуть-чуть объемные. Самая хорошая вещь в символах, то что если вы его изменили, он везде изменится. Это прям максимальный плюс. Закрываем панель символов, и теперь будем делать котлетку, соус и сыр. Котлету делаем по тому же образу, как и наша булка. То есть возьмем просто верхнюю часть хлебушка, которая у нас уже есть. Скопируем его, выйдем из группы двойным щелчком мыши. Копируем, еще раз скопируем, чуть-чуть его ниже сделаем, переместим ниже в иерархии слоев, чтобы переместить ваш элемент выше или ниже по иерархии слоев. Давайте я один сделаю одного цвета, другой другого, чтобы вам было видно. Вот. Зажимаем Ctrl и скобочку квадратную правую зажимаем, чтобы сделать его ниже по иерархии, зажимаем левую скобочку квадратную. Если хотите сделать его максимально вниз, то есть вот не так делать миллион раз, чтобы он у вас переходил вниз, а сделать это за раз. Зажимаем Ctrl-Shift и левую квадратную скобочку у нас уйдет в самый низ. Чтобы также наверх, зажимаем Ctrl-Shift и квадратную скобочку вправо. Ну, вроде бы все, ничего сложного здесь нет. Отлично. Теперь, так как это у нас котлетка и у нее вот здесь еще какая-то непонятная округлость есть, то я бы предложил вам добавить прямоугольник, либо просто самостоятельно нарисовать его при помощи инструмента перо. Там просто смотрите, как сами хотите. Ну, я нарисую так. При помощи пера. Отлично. Как раз вот этот вот нам элемент надо переместить на один вниз. Зажимаем Ctrl и левую квадратную скобочку. Ага, отлично. Наверное, надо убрать обводку. И тогда будет намного лучше. Ну, собственно, да. Опять же, я сейчас вроде уже как... Смотрю, что тут не идеально, но я сейчас не буду это миллион раз подправлять, потому что все эти микро-косяки еще можно там 25 часов вправить, а вы тогда просто устанете смотреть, поэтому я перехожу к цвету мяса. Что, это у нас мясо, да, по-моему, да, мясо отлично. Сделаем здесь посветлее, обводку потемнее, как обычно, потому что у нас же мяско зажарилось. Здесь тоже сделаем темную обводку, я думаю. Да, и даже заливка будет, да, чуть-чуть потемнее, чем там мясо. Обводка будет темнее. Этот кусочек у нас тоже будет. Давайте его лучше объединим с этим кругом. То есть выбираем два элемента и делаем там соединить в PassFinder. Вот теперь у нас... Теперь у нас все хорошо, только мне вот эта часть немного не нравится. Вот видите, как-то странно выглядит. Давайте выберем два элемента. И при помощи align, то есть при помощи центровки там их выберем, чтобы align to selection у нас был, потому что если мы сделаем партборда, у нас просто в середину нашей вообще рабочей области все передвинет, а мы выберем через selection, то есть только относительно этих двух точек, чтобы они у нас были посерединке. И вертикально тоже посерединке, и горизонтально. Ну все, уже намного лучше получается. Можно, кстати, будет убрать одну точку. И потом всю эту фигуру заново соединить. И теперь, когда вы выберете direct selection tool, вот видите, можно чуть-чуть скруглить эту часть. Может даже вот так сделать. Ну, как сами хотите. Опять же, новый иллюстратор дает нам возможности. Скругление углов намного проще, чем было раньше, потому что раньше нужно было их выделять, там еще как-то делать. Я уже даже сам забыл, как. То есть сейчас намного проще получилось. Но я все равно продолжил бы сделать чуть-чуть потемнее мясо, потому что как-то мне кажется, он слишком светлый. А вот, возможно, обводку надо вообще сделать коричневой. А посмотрите, как там у нас сделано. Ну нет, нет, нет. Нет, нет. Хорошо. Давайте вопрос сделаем темнее мяса. Мне так как-то больше нравится. Смотрите, теперь нам нужно еще сделать вот эти вот грильные элементы, которые у нас есть. Вот здесь они присутствуют. Как мы их сделаем? Смотрите, мы можем, конечно же, так же нарисовать при помощи инструмента перо. Можем сделать прямоугольничек. Нарисовать. Вот прямоугольник. Просто давайте сделаем заливку чуть-чуть посветлее. А, чуть-чуть, наоборот, потемнее здесь, а обводка у нас будет чуть-чуть посветлее. То есть вот так. Так, смотрите, и теперь, да, может чуть побольше сделать прямоугольничек. Ну да, пускай такое будет. Отлично. И мясо я бы сделал чуть-чуть потемнее. Тогда придется сделать такую обводку. Где она вот. И сделать максимально темную заливку. Как будто у нас чуть-чуть подгорело. Ну ладно, пускай будет так. Почему бы нет? Смотрите, теперь просто наклоняем при помощи инструмента выделения нашу подгарочку. Нашу зажарку, так сказать. Выбираем еще одну, еще одну. Ощущения, как будто они, знаете, неравны друг другу, но нет. Ну именно по углу. Кстати, смотрите. Если мы, допустим, возьмем одну, переместим сюда. Ну, допустим, сюда. И хотим повторить то же самое действие. Нажимаем Ctrl D. И у нас будет одинаковое перемещение. Так работает практически всегда. То есть, если вы что-то сделали, одно действие, можете повторить его абсолютно так же, нажав Ctrl D на любой фигуре. То есть, даже сейчас я могу, допустим, нажать на булочку и так же сделать Ctrl D. Она у меня так же скопируется. То есть, просто предыдущее действие повторяется. Смотрите, все. Теперь у нас есть наша булка. Есть части от гриля. Для того, чтобы они у нас не выходили за мясо. Давайте скопируем вот этот элемент эллипса три раза. Делаем Ctrl C и Ctrl F три раза нажимаем. Берем один раз этот кусочек мяса. И берем еще одну линию. И так же идем в Pathfinder. И делаем у них пересечение. Почему я хотел вычитать один из другого? Я что-то не очень понял. Но бывает, бывает. И выбираем пересечение так каждый раз. Почему мы скопировали три раза эллипс? Потому что при выборе вот этого Pathfinder и при пересечении у нас эллипс уходит. И остается только этот эллипс. Поэтому, если бы мы так сделали, у нас бы просто пропал этот эллипс. Вот все. Теперь у нас есть линии, которые не выходят за булку. Ну и еще там, знаете, иногда в котлетках у нас же тоже неоднородный фарш. У нас там еще бывают какие-то жировые части. Еще что-то я бы вам предложил бы просто нарисовать при помощи кисти какие-то элементы жирика или еще чего-то, чтобы просто сделать небольшую неоднородность в мясе. Мне кажется, это будет прям круто очень. Поэтому давайте сейчас это как раз сделаем. Возьмем. У нас вот там есть какая-то светлая часть. Еще что-то. Давайте здесь еще возьмем. Также нарисуем. Ну, наверное, придется все равно чуть-чуть потемнее сделать. Они как-то выглядят странновато. Нет, такое у нас уже, по-моему, есть. А, нет, вот где-то отлично. Смотрите, как раз у нас есть такая часть. Давайте еще сделаем сюда. Давайте тут сделаем как раз чуть-чуть посветлее. По факту у нас там не должно быть видно, но давайте еще сделаем где-то в одном месте. Часть. Может быть, это, конечно, не выглядит как жировые части, но я вот их как-то именно так себе представляю. Поэтому если у вас другое, ребят, представление, то да, делайте как чувствуете. Напоминаю, что можно также сделать снизу вот этот выступ. То есть, допустим, мы можем нарисовать фигуру там какую-то и сделать ее там, допустим, такой вот чуть коричневатой. Ну, естественно, она у вас вылезет. И также нам придется скопировать нижнюю часть котлетки, выбрать ее при помощи шифта с этой фигурой и там сделать пересечение. Ой. И у вас вот выберется часть пересекающая. То есть, почему бы нет? Никто ничего не запрещает. Давайте еще так же раз сделаем. Мне, в принципе, понравилось. Как-то неоднородность мяса, она всегда хороша, потому что, не знаю, из-за этого именно иллюстрации иногда кажутся детским, потому что нет какой-то именно фактуры. Знаете, ощущение, как будто вы их не потрогаете. Вот у меня один друг очень сильно не любит иллюстрации, считает, что они именно выглядят по-детски. Конечно, сам он выглядит по-детски. Хотел бы ему ответить, Сань. Да, вы поняли, о ком я говорю, я по этому и поржал. Так, отлично. Теперь нам осталось сделать кетчуп там или майонез, что хотите, какое хотите наполнение для вашего бургера. И останется сделать всего лишь сыр. Давайте сделаем наполнение, какое хотите. Сначала надо сделать жидкость. То есть, у нас жидкость, она такая уже более перетекающая, стекающая. Вот здесь у нас она может стекать. Так сказать, капелька должна стекать. Не знаю, насколько получится капелька, посмотрим. Здесь тоже пускай подтекает маленечко. И все, и жидкость у нас там пошла дальше. Давайте посмотрим, насколько у нас получится. Опять же, выбираем цвет заливки, который у нас был кетчупом. По-моему, это был он. Отлично. У жидкости, знаете, как и у крови. Вот в данном случае кетчуп больше будет, наверное, походить на кровь. У него там есть, естественно, места, где на него падает свет. Он такой весь объемный. Поэтому давайте добавим сюда светлую часть какую-то. Здесь у нас именно будет там солнечный блик классический световой. Сейчас сделаем светлее. Где-то можно сделать потемнее, допустим. Вот в этом месте у нас, скорее всего, там он будет как будто прикрыт булочкой. То есть здесь давайте сделаем темнее вот эту часть. Как-то там не очень красиво получилось. Сейчас поправим. Давайте, да, здесь сделаем. А, вот это, значит, темный цвет. А вот это светлый цвет, извиняюсь. Да, хотя. Давайте просто это сделаем темнее. Мне уже и такой понравился. Давайте сделаем потемнее, как будто у нас там какие-то супер хорошие темные томаты были. Светлые. Тьфу, блин, светлые. Темные, наоборот, знаете, такие нажористые, как у бабушки в саду. Так, а здесь убираем эту часть. Немного. Отлично. Давайте здесь тоже сделаем чуть-чуть падения света. Именно падения, падки свет у нас. Здесь тоже сделаем ощущение, как будто немножечко свет падает на эту часть. И здесь так же сделаем. Еще бы я сделал сюда небольшую световую часть. И на этом я закончу, а то, я думаю, я вас тоже так утомлю. Потому что тоже это все кропотливая уже работа. Это, так сказать, доделки, которые как раз у нас занимают там 70% времени. И по факту эту иллюстрацию там сделать можно за 20 минут, там, или за 5, за 10, я не знаю. Может, есть профессионалы, которые еще быстрее сделают. Но вот с этими всегда тенями у меня всегда куча проблем. И это, правда, сложно. Если хотите, там можете, не знаю, еще майонезик нарисовать там. Кто что любит. И теперь нам остается сделать только сыр. Давайте сделаем сыр. Возьмем. И, наверное, нарисуем его просто самостоятельно. Потому что, я думаю, нет смысла его рисовать так же прямоугольником. Потому что у нас не просто такая, знаете, прямая плашка. Прямоугольная. Давайте рисуем его самостоятельно. Возьмем так же инструмент кисть. Немножко его сделаем закругленным. Потому что у нас уже все равно, типа, начал плавиться маленько. И давайте его дорисуем. Отлично. Возможно, у меня сейчас получился чуть-чуть более прямой, ну, такой длинный. Если так, то давайте я сейчас как раз посмотрю. Да, да, мне кажется, он слишком длинный получился. Давайте его уменьшим. Возьмем там при помощи прямого выделения одну точку, вторую. Давайте еще вот эту выберем. Зажатым шифтом я это делаю, чтобы можно было выбирать несколько точек. Вот эту точку давайте вообще уберем. Для того, чтобы убрать точку, убираете инструмент Pen, то есть, что это у нас там, перо. Можете убрать какие-то точки, которые вам не нужны, которые вам кажутся лишними. Которые вам потом помешают в вашей работе. Я вот, допустим, убирал три точки. Теперь могу зато это спокойно больше двигать. И вот здесь я сейчас смотрю, у меня много точек есть слева. Видите, вот у меня есть точки соединительные. Вот эту, допустим, точку уберу, а эту просто чуть поближе пододвину. Отлично. Давайте теперь посмотрим на сыр, как у нас получился, насколько хорошо идет к булочке. Как-то, видимо, маловато. Теперь стал, давайте, зажмем Shift-Alt для того, чтобы его увеличить пропорционально. Ну, уже, по-моему, хорошо. Вот здесь, конечно, да, не острая часть у сыра идет. Давайте ее чуть-чуть подзаострим, как внимание. Хотя нет, она же у нас там чуть-чуть будет, как будто, так сказать, у нас туда вниз идет, падает эта острая часть. Поэтому нет, по-моему, все хорошо. Давайте еще немножечко увеличим. Отлично. И выберем там цвет, где у нас был сыр. Второе, да, по-моему, вот, да, сыр. Цвет сыра. Смотрите, теперь нам нужно сделать здесь дырки, как вы поняли, в сыре, чтобы сэкономить на бургере. Потому что за дырки люди тоже платят. Ха-ха-ха-ха. Давайте возьмем, сделаем несколько кружков. Просто я еще, на самом деле, люблю сыр Моздам, а он такой как раз с кружками. И вообще это прям круто. Да, у сыра может быть много разных кружков. Давайте сделаем какие-то несколько, посмотрим, как они будут тут смотреться. Потому что вдруг слишком много кругов тоже будет не очень, я думаю, хорошо. Тем более у нас вот здесь есть некоторые точки, которые не соединены друг с другом. Будет ощущение, как будто какой-то странный сыр. Тут еще, наверное, можно убрать. Отлично. Давайте соединим одну фигуру. И выберем две фигуры, естественно, и из одной другой вычтем. Вот у нас уже одна получилась. Видите, у нас этот путь, который получился, он теперь находится вверху. Нам его стоит переместить вниз, чтобы вычитать из него теперь другие фигуры. Давайте опять же выберем две фигуры, вычтем. Отлично. Ну и давайте, да, также сделаем вот эту и вот эту часть где-то здесь. Чуть поменьше. Какая-то странная часть получилась, если честно. Очень, знаете, такой острый край. По-моему, у сыра не бывает таких острых краев. Давайте чуть-чуть их закруглим. Отлично. Все, соединяем эту, делаем фигуру, делаем эту фигуру. И так же вычитаем из одной вторую и так же здесь сделаем. Отлично. У нас получился наш сыр. Все, теперь нам нужно его только перенести на нашу фигуру. Теперь нам нужно еще булку сделать выше сыра, как вы помните, у нас. Так, смотрите, в наших слоях у нас сейчас есть сыр, хорошо. У нас есть еще кетчуп, который у нас почему-то не сгруппирован. Давайте его выберем, сгруппируем, потому что потом мы его опять потеряем, где-нибудь будет не очень удобно. И там вдруг мы случайно захотим именно отредактировать только котлетку, да не сможем. Давайте сгруппируем, назовем это кетчуп. Убираем, отлично. Ну, я скрыл просто, чтобы можно было теперь выбрать мясо. Так же загруппируем его, назовем там мид. Все отлично. Теперь у нас есть кетчуп. Сыр можно не делать, так как это у нас одна фигура, но вообще по факту здесь там не две фигуры. То есть у нас там есть сыр, есть еще вторая копия сыра, которая идет просто чуть-чуть пониже. И у нее более темный цвет. Если там посмотреть, присмотреться, то у нас вот именно такая часть с сыром идет. Для того, чтобы вот здесь еще острые края такие не оставались, просто при помощи пера можно сделать небольшую фигурку. Давайте так и сделаем. Где-то еще у нас, по-моему, такая же часть есть вот здесь. Ну, ее вообще почти не видно было, ну ладно. Будем считать, что мы с вами перфекционисты. Все, здесь уже ничего не надо. Видите, есть ощущение, как будто это реально сыр. Конечно, сыр тоже отражает свет, поэтому если вы хотите, вы там еще можете чуть-чуть поиграть с этим всем. Я думаю, что уже не стоит мне этим сейчас заниматься. Что мы уже, так сказать, близки к финалу, и я тоже не хочу вас сильно задерживать по времени. Опа, опять же, я вот не сделал здесь группу. То есть я сгруппировал топ бургера, но не добавил сюда вот эту группу с тенью от семечек и семечками. Поэтому давайте их просто уберем в группу, перетащим по одному вот так в группу, и все. И бургер топ у нас есть. Напоминаю, что делаем Ctrl-Shift и квадратную скобочку вправо, чтобы его сделать выше всех по слоям. И как-то там наводим примерно верх бургера на сыр. Так, где-то вот так у нас должен быть. Ну, можно проверить там. Ага, вот так где-то. Теперь можно опустить чуть пониже котлетку. Подопустить еще кетчуп. Немножко ниже опустить сыр. И верхнюю часть булки. Отлично. Бургер готов. Похож на тот, но не такой же. Также можно полностью сгруппировать его. Сейчас, секунду. Теперь нам остается только сгруппировать весь бургер. Убираем отсюда. Видите, у меня при выборе еще выбрался большой прямоугольник заднего фона. Зажимаем Shift и выбираем этот прямоугольник, чтобы сделать наоборот раз выбор. Все группируем, называем этот слой, не слой, а группу, эту бургер. Извините за капс, видимо, я случайно нажал. И теперь выбираем, чтобы он у нас был по центру рабочей области. Ну, понятно, что он по центру считает сам, так что давайте там чуть-чуть тоже на глаз переместим. Все, вуаля, у нас есть бургер. Понятно то, что я бы посоветовал вам еще дорисовать здесь тени отдельными слоями. Тень под сыр, тень под кетчуп, тень под булку, тень под хлеб и под мясо, потому что так все равно без теней получается как-то очень скудно. Я, конечно, не учитель ваш, но я бы вам предложил бы в целях как домашнюю работу, правда, сделать еще тени, потому что так будет выглядеть намного лучше. В том бургере у меня есть тени. Сейчас я верну, Ctrl-Z сделал, чтобы вернуть бургер этот на место. Смотрите, здесь есть тени. Можете посмотреть. Вот так вот. Давайте я сделаю, чтобы он был примерно одинаково выглядел. Вот видите, здесь есть тень от булки. Вот одна. Там есть тень от сыра на мясо. Там еще, вот видите, на кетчупе тоже есть тень. Ну, намного реалистичнее, правдоподобнее и лучше выглядит, поэтому я бы вам посоветовал добавить тени. Но в целом вся наша работа готова. Опять же, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Надеюсь, вам чем-то это все помогло. До встречи на следующей неделе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...